Без него невозможно поступить в институт, устроиться на работу и купить билет на поезд или самолет. Главный документ каждого гражданина – российский паспорт – обычно выдают в многофункциональном центре. Но некоторым юношам и девушкам, которым исполнилось 14, выпадает возможность получить его из рук главы Ленинского городского округа. Не стесняясь учиться, жизнь она очень-очень-очень скоротечная. Это сейчас вам кажется, что урок долго идет. Поверьте, потом день, неделя, год будет пролетать очень быстро. Не стесняйтесь, не стесняйтесь дышать в полной груди и жить полной жизнью. Пусть у вас все получается. Ну и еще раз поздравляю. Получение паспорта в 14 лет – это не просто формальность. Теперь ребята при желании смогут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке и арендовать жилье. Но помимо прав появляются и обязанности. Отныне за свои действия подростки несут ответственность перед государством сами. Все хорошо, все. Более взрослая теперь. Наверное, более ответственная становлюсь. С одной стороны радостно, а с другой стороны все-таки хочешь, чтобы они оставались детьми. Для Анастасии Киселевой получение паспорта – большое событие в жизни. Девушка учится в Винновской гимназии и мечтает стать дизайнером одежды. В администрацию Ленинского городского округа в этот день она пришла вместе с родителями, которые, как казалось, волновались больше дочери. Мы сегодня получили паспорт. Нас переполняют очень радостные эмоции. И мы надеемся, что сейчас перед ребенком открываются, конечно, очень большие возможности и перспективы. И мы надеемся, что ребенок выберет верный путь. Я очень сильно счастлива получить паспорт. Это все-таки вступление в, можно сказать, новый период жизни во взрослые. Собираюсь пойти работать, пробовать себя. Еще школьники, но уже полноправные граждане нашей страны – все они прекрасно понимают, что с получением паспорта начинается новая жизнь, которую многие из них вечером встретят за праздничным чаепитием. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.